Привет, привет, привет! Ну что? Наконец-то пришел Блиц, но как вы знаете, меня опередили с обзором окольными путями, поэтому я сделаю опять нестандартный обзор, так как не люблю я делать вторым и третьим. Должен был он мне вот прийти прям первому, но будем догоняющими, а поэтому мы сделаем сравнение Блица и ЕТМАКСа. На ЕТМАКС видос уже в монтаже, я надеюсь он вышел раньше, чем этот обзор. Погнали посмотрим по внешнему виду, по эргономике, по всем стандартным моментам, как мы это любим. Кататься, наверное, сильно сегодня не буду, так чисто пару кружков тут по району дам. В общем, внешний вид, насколько вы видите, колеса, ну офигеть, как сильно похожи между собой. Диаметр одинаковый, высота, ширина, все плюс-минус такое вот схожее. Принципиальная разница. А, давайте сразу же вообще проговорим, почему ЕТМАКС и Блиц, а не Блиц и Мастер. Ну, во-первых, на мой взгляд, Мастер это уже довольно-таки устаревшая модель. Сейчас же четвертая ревизия Мастера, я думаю, что в следующем году вообще с производства снимут. Единственное, что может сейчас подкупить просто в выборе в пользу Мастера, это его ценник, который пониже, чем на Блиц. Но во всем остальном, по большому счету, Блиц это просто переработанный Мастер с суперлегким весом. Это очередной прорыв, очередной раз Бигот всем показал, утер нос. Пока там Inmotion говорят, что это iPhone, пока ветераны Линкса кричат, что это Линкс и там Шерман Эль Топ, Бигот просто делает вещи, которые меняют индустрию. Вот, пожалуйста, 18-дюймовая по моноколесному, 20-дюймовая по мотоциклетному колесо, батарейка 2400, подвеска, все дела, 36 килограмм. Из того, что я знаю, вроде бы самая ближайшая из подвесочных к такому, это S16 Pro вроде бы 36 килограмм весит, или 34, ну, короче, там около 35. Только он 16-дюймовый, этот 18-дюймовый. В данном случае у нас пневмоподвеска, они, по-моему, все на пневмоподвеске. Вот видите, здесь же опять новый амортик, он выглядит так изнутри довольно мощно. Это уже не те побрякушки, которые были первично на мастерах. У него две воздушных камеры, у него две крутилки, это опять же сжатие, отскок. Его можно настроить достаточно тонко. Эта торчащая деталь вызывает у меня некоторые вопросы, так как она выходит за габариты, но я так понимаю, здесь реализована ручкой. Кстати, у E-T Max у нас здесь тоже линки вот так вот торчат. По идее, наверное, это закрывает воздушный амортизатор, но за габарит это все равно выходит. Не прикольно. Колесо идет без каких-либо упоров. Вот я здесь приклеил эти свои бородавки. Короче, на вкус и цвет вы можете снять со своего старого колеса, купить то, что вам нравится. Кожа, печать, литье, там все что угодно, любых брендов, русские, иностранные. Короче, как по кайфу. Педали у нас уже идут здесь. Вот такие вот довольно интересно выглядят. Мне на самом деле не очень нравится такой форм-фактор, но выглядит неплохо прям. Типа, вау, эффект небольшой есть. Стойки тут не регулируются. Педали литые. На ощупь они, ну, у меня вызывают опасения. То есть они как-то хрупкими кажутся. Он видно следы швов. Там видно. Изнутри они вообще, видите, здесь как бы такие, как будто недоделанные немножко. То есть с этой стороны красиво, с этой стороны как-то, ну, странненько. Наверное, пластик. Либо вот этот магнезий, их новый вот этот сплав. На ЕТЭМАКСе это у нас пластик. Здесь, возможно, ну, оно все такое странное. Тут у нас и ручка из этого материала сделана. Поощущаем, это как будто пластик. Но по факту, наверное, это и есть этот магниевый сплав. А вот это вся часть. Вот это, вот это. Сюда, кстати, спокойно встанут точно такие же упоры. То есть у нас вот здесь вот есть такая грань, за которую задний упор здесь цепляется от ЕТЭМАКСа. Спереди он ни за что не крепится. То есть, в принципе, такие беглотовские упоры тоже можно поставить. Крыло, на мой взгляд, это подкрылок сделан максимально вообще кринжовенько. Во-первых, он такой вот пластиковый. То ли это аквапринт, то ли это пленка. Такой дешманский, типа под карбон. Лучше бы его просто черным сделали. Вот реально, прям реально глаз режет. Подсветочку он уже видно. Батарейка 2400S. Я, как всегда, вот здесь вот все спеки закреплю. Причем я сделаю тут спеки на Блиц, тут на Мастер 4. И вдогонку кину на ЕТЭМАКС, чтобы вообще все между собой сравнили, поняли. Ну, в цифрах, в мелочах, в чем разница. У нас здесь новая концепция дисплея. То есть, если на ЕТЭМАКСе у нас, то это наш стандартный, уже любимый, большой трехциферный дисплей. Где у нас вот шкала батарейки. Где у нас большая скорость. То здесь у нас чем-то отдает инмоушнам, если честно. У него здесь такая радужная подсветочка. Правда, когда включается, прям прикольно так бегает. Можно сделать красный, кстати. Дисплей такой, на ЕИНК похож. Он маленький, он под наклоном. Короче, на ходу он читаться будет точно хуже, чем классический большой. Но самый главный прикол у него, это то, что здесь батарейка показана в вольтах. И даже если вы понимаете, как перевести вольты в проценты или в деление, вам придется потратить какое-то время. То есть, беглого взгляда на дисплей вам будет недостаточно, чтобы понять, а сколько у вас там, типа четверть уже потрачено, или там треть, половина. Это прям, ну прям недоработка. Ручка здесь. Сама по себе ручка удобнее, чем на ЕТМАКСе. Но она упирается здесь. Ну, видите, аж качается. Она упирается в дисплей. Ну, вот в это все. Здесь по-хорошему надо какую-нибудь прокладочку положить, потому что эта ручка алюминиевая. Это либо пластиковая, либо вот эта вот магнезиевая. И это все немножко конфликтует. Фара такая. С этими ангельской обводкой. Ну, кнопки здесь по классике. Включение. Кстати, стробоскопа тоже нету. Выключение. Рядом стоп-мотор. Разъем зарядника также на резьбе, как пробочка. Здесь он четырехпиновый, в отличие от ЕТМАКСа. Там трехпиновый. Здесь чуть посложнее он открывается из-за фары, вот в том числе. Это все такой пластик прозрачненький. Мне в целом нравится, как он выглядит. Он такой, типа, как из трона, как такой футуристик весь. А этот выглядит, как бы, более солидно. Такой прям рогатый. Ну, вот как, не знаю, у меня ощущение, что ЕТМАКС как-то выглядит поскоростнее, посерьезнее. Мотор у нас тут C32, по-моему, он называется. Сейчас посмотрим. HP 32, 3,6. Маркировка. Как они заявляют в своих даташитах, мотор тоже облегченный, тоже там магниевые сплавы применены. Что-то там про кастомайст было написано. Ну, короче, едет он поприятнее. Если сравнить с мастером, например, его уже не хочется как-то занизить. Он уже не такой весь разбалансированный. То есть, если подумать, для кого это колесо, то есть, вот все, кто хотели большое 18-е колесо с подвеской и боялись там веса, доработок каких-то, всех этих россказней в чатах, наверное, вот Blitz пока что это самое-самое четкое. Конечно, там наверняка какие-то нюансы, особенности модели чуть позже всплывут после какой-то эксплуатации, но в него не надо вкатываться. То есть, оно 36 килограмм с большим, все прощающим диаметром колеса и еще и с супер настраиваемой подвеской. То есть, оно идеально подойдет для девушек в первую очередь, потому что у девушек основной барьер это вес. Оно идеально подойдет для легких райдеров, там килограмм 55-65 до 70, короче, потому что тоже все очень боятся веса. 36 килограмм эти, они ощущаются, ну, сильно меньше, чем 41, допустим. Хотя, например, Commander GT, то, что весь сбитый, классный, этот в ногах сидит как-то более игриво, что ли. Давайте сейчас, наверное, немножко на нем прокатимся, посмотрим, как он едет. Сейчас я шлемочок надену. Что еще хочется заметить? Ну, здесь, видите, опять под мой рост, вот классика, это ручка, прям оно конфликтует. Здесь оно вообще конфликтует, как будто бы сильнее всего, даже сильнее, чем на экстриме. То есть, в этом положении нормально, он, видите, зацепляет прям аж. Резинку. Все, в кого ноги пониже, ну, реально это проблем, наверное, быть не должно. Так. Фух, погнали. Раскрут у колеса 146,6 километров в час по дисплею, по приложению. Насколько врет приложение, я не знаю, не замерял. Колесо вообще не шумит. По спекам оно должно 150 крутиться на рейс-моде, 122 на оффроуд-моде. Но оно крутится 146, и оно не гудит, как будто у него оффроуд-мод стоит. Колесо прям, ну, оно очень, оно очень лёгкое. Оно прямо очень лёгкое. При учёте раскрута на 150, сотку оно спокойно поедет, вообще спокойно. Единственное, что, на мой взгляд, на сотке, как раз-таки, на скоростях, вот там, 80 и выше, вес колеса намного, намного важнее, чтобы был тяжёлым. Потому что колесо, ну, на ходах на таких стабильнее себя ведёт. С другой стороны, мне кажется, это колесо не для таких скоростей, оно, вот, чисто городское. И оно может претендовать на универсальное. То есть, кто хочет именно принципиально 18-шку, это то, что надо. Потому что 16-шки не всем нравятся. Кому-то там из-за скорости, кому-то из-за покрытия дорожного. Не знаю, надеюсь, эхо не сильно с закрытым визором. Я его до одурения не буду вкатываться, я ещё первый раз вот на него встал. Ну, едет он хорошо. Хорошо. Надую я 100... Надую я в одну камеру 70 псишек где-то, в другую камеру где-то 230. Под мои там 75-80 килограмм я бы лучше, наверное, 190 надул. Ну, как бы вот. Нормально, но я бы помягче хотел, конечно. Давайте сюда прокатимся, ладно. Сколько, 80? Блин, я не включил логи. Да у меня сейчас на монтаже столько видосов, что некогда телеметрию будет снимать, если честно. Едет хорошо. ЕТМАКС мне нравится побольше, он как-то позлее, поагрессивнее, что ли. Давайте вот здесь вот занырнём. Запрыгнул нормально. ЕТМАКС. Как-то в нём уверенность, что ли, больше. Я даже не знаю, как это объяснить. Знаете, как машина лёгкая и тяжёлая. Ты едешь 130 на одной и той же скорости, а на разном весе машин. И вот лёгкая она такая, не такая стабильная. Ещё у этого колеса покрышки не выровнены. Я её сейчас раскрутил, у неё покрышка так бьёт. Обязательно это всё надо проверять. Тоже некогда было мне на самом деле это выравнивать. Не обессудьте, как говорится. Очень-очень что-то плотный график. И Блиц дольше ехал, чем надо было. И другой обзор. И дожди завтра будут, по идее. Короче, очень тяжело. Хочется дать вам контента. Но из-за того, что есть спешка, качество контента чуть-чуть страдает. Если что, спрашивайте в комментариях в любом случае. Я сейчас ещё узнал, что вроде бы вольтаж можно заменить на шкалу делений. Но я пока с этим даже не разбирался. Это вот прям самые первые живые эмоции. Ну, блин, ну хорошо он едет. Ну хорошо он едет. Тормозит нормально. Плюс опять же, как ни крутя, к этим большим колёсам прикатался за последние пару недель. Ну вот, давайте здесь так вот съедим. Воздух интересный, конечно, в сравнении с пружиной. Кстати, ЕТМАКС есть и на воздухе, в природе. Я думаю, что и БЛИЦА можно под спецзаказ привезти на пружине. Он прям... Ну, чувствуется он лёгким. Ну вот, 80 по спидометру. Не знаю, насколько это правда 80. Давайте посмотрим, как он... Думаю, что если он полетит к кубарям, он такой, по ощущениям, сильно пластиковый. Я думаю, что он разобьётся сильнее, чем любой командор, точно. Мастера вроде бы тяжеленные такие были, а тоже были как конфетти. Но вот по прочности он как-то доверие не внушает. ЕТМАКС как будто бы кажется такой, по увесести, по середине. Я не знаю, это, наверное, субъективное ощущение всё-таки. Но вот как есть. Педали, кстати, смотрите. Вот так вот. Как будто бы не так сильно, как обычно, торчат. Давайте-ка мы вот здесь срежем. Ну вот на нём, короче, я скажу так. На нём скорость чувствуется. Ты едешь в 75, типа, там, 5, и хочется смотреть. Типа, а как там, а как там, а как там. А на ЕТМАКСе, наоборот, ты едешь, типа, в 80, и ты просто смотришь, что-то как-то спокойно так есть уже вроде со скоростью машин. То есть именно физическое ощущение скорости на них очень разное. То есть на этом, на этом, короче, стрём такой начинает подкатывать, что мало ли ты уже слишком быстро едешь. А на ЕТМАКСе подкатывает такой интерес. Типа, насколько ты не быстро едешь, и ты понимаешь, что ты едешь быстрее намного, чем ты ожидал. Ну и, блин, ну и прыгать, конечно, на нём намного проще вообще. Ну, давай-то, проезжай. То есть он... Всё-таки 36 килограмм поднять воздух, ещё и со скока подвески, это... Это вообще легко. Легче только Falcon. Ой, не могу. Счастливый я, короче, каждый раз. Все колёса Бигода по-своему хороши, так уникальны они. И в Falcon не свой кайф есть, но для меня медленный. И в MT не 5 свой кайф есть. И в Blitz есть, и в ЕТМАКСе есть. И в Экстриме. Но на самом деле, мне кажется, что Blitz из текущей линейки современных вообще Бигодов это самый главный конкурент Экстриму как раз-таки. Потому что он легче, чем Экстрим. Он едет быстрее, чем Экстрим. Я ощущаю, что он как шестнаха. Вот Blitz, да, наверное, это всё-таки даже не мастер-конкурент, а Экстрима. Сейчас я посмотрю, что там у меня в заметках нужно было ещё про него рассказать. Слушайте, он хорош, он хорош. Я катался на предсерийной версии. Она немножко другая, она потяжелее. Этот мне нравится больше, намного больше, чем тот. А, кстати, пока вспомнил, у него в комплекте идут ключи гаечные для затяжки педалей. И педали идут отдельно от колеса. Но вот здесь у него винтик маленький. И вы не сможете сделать, чтобы они вот у вас так плавно открывались без дополнительных ключей. Плюс тут вообще шестигранник 2,5. И, ну, отстой, можно винт сорвать. Будьте аккуратны. И ещё прикол в том, что у него педали вот так максимально закрываются. То есть, когда ты облокачиваешь колесо вот так вот на стенку, здесь, видите, просто это клумба такая полукруглая. Короче, часто педаль касается стенки раньше, чем корпус колеса. Его нужно просто больше заваливать. В принципе, я всё и сказал, кроме IP и ход подвески. Ещё стоит добавить то, что, как и у практически всех колёс бегут, по-моему, они заявляют IP67. Но, конечно, никакого IP67 нету. Тут, дай бог, IP45. Это такой у нас в целом маркетинговый ход. Не надо на колёсах без доп. подготовки ездить по лужам, по колено, в ливень, ничего не бояться. А потом горевать, что там сгорел контроллер или там слаботочка, или ещё чё-то колесо выключилось. То есть, ну, это неудивительно. Всё-таки дополнительные гидроизоляции, если вы собираетесь ездить в жуткую погоду, ну, стоит сделать. Как минимум провести ревизию колеса, насколько там всё чётенько. Прокладочки все совпали, насколько там все входы проводов внутри колеса с резиночками, с уплотнителями. Может, где-то плохо встало, может, где-то её забыли поставить. Может, где-то не просиликонили. И это всё, как знаете, вода свой вход найдёт, как бы. И моноколёса это, как бы, в первую очередь касается. Ещё я хотел сказать, что в отличие от мастера V4, у него повышены токи контроллера. То есть, у него тут 300 ампер против 280. По резине с E-T Max в сравнении вот так у нас. У E-T Max резина чуть пожирнее, чуть посерьёзней. E-T Max вообще ощущается более таким, более байковым. Близ ощущается реально таким, более моноколёсным всё-таки. Это вот прям наглядная разница того, о чём я говорил и бомбил год назад на примере X30. Просто E-T Max реально большое, тяжёлое, быстрое колесо. Но оно уже в сравнении с тем же X намного более сбалансировано. Оно, в принципе, лучше себя ведёт, ощущается, поворачивается. У него мотор другой, контроллер другой. То есть, таких куча-куча мелочей за этот год было сделано огромное количество. И в совокупности они дают намного большую рулёжку. И я уже в целом как бы сам по себе не так смотрю жёстко на вот этот вес. GT Pro Plus, да, это ту матч. E-T Max в целом годный вариант. И я бы из этих двух себе однозначно выбрал E-T Max. Потому что если брать одно колесо, я бы всё равно как-то и не крути, взял бы шестнаху. И скорее всего, Commander Mini я бы себе взял. Если брать два колеса, я сказал, это в обзоре на E-T Max. Повторюсь, я бы взял E-T Max и MTN 5. Но тем, кто хочет принципиально восемнашку, или кто хочет колесо, там принципиально легче 40 килограмм с подвеской, Blitz это будет офигенный вариант. И как бы, ну, это просто колёса одного размера, грубо говоря, но разного класса немножко. Не знаю, понятно я выразился или нет. Давайте ещё раз на них посмотрим. Так вот, немножко сумбурно, немножко скомкано, но зато оперативно. И пока ещё у нас последние денёчки августа, пока ещё можно урвать Blitz. Надеюсь, вам этот обзор поможет определиться, что к чему. В общем, как всегда, всем безопасных каток. Следите за обновлениями в Готвей фан-клаб чате, ссылочку на которую я оставлю в описании. Там всё оперативно есть. Фоточки, настроечки, прошивки. И по Blitz уже информации много. Кстати, вот как раз таки в фан-клабе уже всылла информация по поводу того, что у него заявленный ход подвески от 100 до 130 миллиметров. Он настраиваемый. И вот в этой части там есть такие дополнительные отбойники, которые изначально стоят с завода. И ход 100 миллиметров. Ты их убираешь, ход становится якобы 130. Вроде бы на практике это чуть-чуть поменьше, чем 100 и 130. Но на мастере заявлен вроде 80 ход. Хотя в реале там, по-моему, 65. Если там все отбойники, проставки, сальники, всё поставить. Поэтому всё равно у Blitz ход подвески значительно больше, чем у мастера. И в целом ощущается прогрессия намного интереснее, чем на всех мастерах, в которых я катался, даже чем на наших линках кастомных. Наверное, всё. На этом, пожалуй, закончу. Пока, ребят.